Власть и бизнес их отношения в России были всегда непростыми. То власть не принимала отстраненность бизнеса от решения государственных проблем, то бизнесу не нравились формы поддержки и реформы, которые предлагала власть. Губернатор Сергей Морозов предложил выстраивать диалог иначе. Мы приняли решение по примеру того, что было сделано на федеральном уровне. Вы помните, наверное, о том, что как только Шувалов перешел из правительства в ВЭП, то было принято решение о том, что Внешэкономбанк теперь является главной государственной такой национальной корпорацией развития. Прежде всего бизнес в Ульяновской области, по мнению губернатора, нуждается в объединении. Регион готов оказывать поддержку каждому, но один человек просто не виден за спинами других. Отсюда и желание объединить предпринимателей вокруг общественных организаций, создавая сообщество, например, животноводов или промышленников. Это позволит упорядочить диалог, эффективнее работать и быстрее развиваться. Не весь бизнес, к сожалению, на текущий момент осознает важность вступления в подобного рода общественные организации. Ведь чем нас больше, тем мы больше влияем на формирование делового климата и экономическое развитие и региона, и страны. Поэтому мы неоднократно приводим европейские примеры и говорим о том, что вот в Европе отлично, там хорошая налоговая система, там адекватные меры поддержки. Но почему там так? Потому что там сам бизнес формирует все эти меры. Бизнесу будет легче существовать, если он будет участвовать в общественных объединениях. Бонусы выстраивания кооперации и сотрудничества с новыми партнерами. Во многих странах мира объединения предпринимателей обязательны для выстраивания бизнеса. Причем это ведется еще со средних веков. Достаточно вспомнить ремесленнические цеха и купеческие гильдии. Они не теряют свою актуальность и сейчас. Первое заседание рабочей группы по выработке инициативы, по стимулированию вступления хозяйственных субъектов в различные предпринимательские объединения. Мы сегодня выработали, ну, посмотрев перед этим, безусловно, мировой опыт тех юрисдикций, где членство во всех объединениях это обязательно. Посмотрели, что мы можем сделать, исходя из нашей юрисдикции, российской юрисдикции. Бизнес-климат меняется. Несомненно, нужны подзаконные акты и работа законодателей. Однако сам вектор развития нов и перспективен. Условия бизнес-игры нужно менять. И бизнесу предоставляется великолепный шанс участвовать в формировании этих правил. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.